Неделя 35. Литературное чтение. Рисалочка. Под морем жил и жили подводное царство. Там правил царь. У него была мать. Она рассказывала внучкам, что когда им станет 15 лет, они могут видеть, что происходит на поверхности моря. Самая младшая русалочка, она была самой красивой. И она очень хотела увидеть жизнь наверху. Когда ей исполнилось 15 лет, она наконец-то поплыл наверх и увидела корабль. На корабле были люди. Они видели, как они праздновали 16-летие принца. Когда она его видела, она сразу в него влюбилась. Началась буря, и корабль начал тонуть. Русалочка быстро поплыла к принцу, чтобы его спасти. Она его положила на берег и оставила. Вскоре группа девочек пришли и спасли принца. Они взяли его в большой белый дом. С тех пор русалочка только думала о него и не могла его нигде опять увидеть. Так она сказала сестрам, и они показали, где он живет. С тех пор она каждый день проплывала в его дом и наблюдала над ним. И знакомилась издалека. И чем больше знакомилась, чем больше она с ним влюблялась. Она сказала бабушке про принца и сказала, что она хочет с ним быть. Но бабушка сказала, что быть русалкой лучше и веселее. Они живут 300 лет. Но русалочка еще хотела быть с принцем. Так она поплыла к ведьме и хотела спросить, если она ей поможет. Ведьма согласилась и сделала ей напиток. Ей надо было выпить напиток на рассвете. Потом у нее будут ноги. Но каждый раз она будет ходить, как будто она ходит по ножам. Ведьма тоже хотела взять у русалочки голос. И русалочка согласилась. Ведьма отрезала язык и дала напиток. Русалочка не могла дождаться и быстро поплыл на берег. Она выпила напиток и у нее встали ноги. Было так больно, что она упала в обморок. Когда она проснулась, она увидела, что принц на нее смотрит. Он помог ей встать и спросил ее имя. Но она не... Потому что у нее не было голоса, она не могла ничего сказать. Так принц взял ее с собой в дворец. Он ее одел в нарядной одежде и всегда держал ее с собой. Она ему очень нравилась. Но она не мог забыть ту девочку, которую... Как он думал, его спасла жизнь. Ему жизнь. Однажды царь послал принца в соседний город, чтобы встретить принцессу. Потому что уже время ему жениться. Когда он пришел обратно, он был очень рад. Он сказал русалочке, что он нашел ту девочку, которая, как он думает, спас ему жизнь. И они собираются жениться. Русалочка поняла, что у нее осталось жить одну ночь. Когда началась свадьба, она увидела своих сестер. Но у них были короткие волосы. Они рассказали ей, что они дали свои волосы ведьме, чтобы она им дала нож, который... Русалочка должна убить принца и превратиться обратно в русалку и вернуться в свою жизнь. Русалочка должна принять решение убить принца или умереть самой. Когда русалка опять увидела принца, она поняла, что она не может его убить. Она его любит больше, чем... свою жизнь. Когда наступило утро, она прыгнула в воду и превратилась в морскую пенку.